Вибрация, слава Господу, для меня есть большая честь и привилегия быть в Церкви Среди Народа Божьего. Я подружился лет 10 назад с Игорем Зановым, а он меня познакомил с Рудиком. И когда Рудик приезжал в Америку, он меня зовет в Презно, в Лос-Анджелес. Я познакомился с многими армянами, полюбил вас и уже долго мечтал попасть в Армению. По Божьей милости я здесь слава. Вы знаете, мы бывали, может быть, немножко разные. Мы живем в разных местах, которые мы живем. Но Слово Божье, Дух Святой, они объединяют нас. И мне так нравится, когда я попадаю на служение. Использу Божьей присутствия. И мы как Церковь исполняемся Духом. И правда, уже передо мной говорил, что это самое главное. И перед нашей молитвой я хочу поделиться Слово Божье с вами. Это Слово, которое я получил лично для себя от Господа. И я постараюсь коротко поделиться с вами, и мы будем молиться. Это записано из входа 19 глава 5 стиха. Слово Божье, Дух Святой, Дух Святой. Слово Божье, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. И я хочу сделать их моим делом. Избранным из всех народов. И вы будете у меня Царством Священным. И народом святым. И когда Моисей пришел к Сырайскому народу. И Моисей говорит, слушайте, друзья. Бог хочет с вас сделать избранный народ. Он хочет с вами заключить специальный завет. Но у него есть условия. Если вы будете соблюдать его заповедей. То он будет вашим Богом. И чуть ниже мы читаем, что израильский народ. Говорит Моисееву. Мы хотим быть народом Божьим. И тогда Бог обращается к Моисею. В 9 стихе. Пожалуйста, прочитайте. Бог здесь в этом месте говорит. Моисей, если они согласны. Под Моим народом. Я хочу с ними встретиться. Он говорит, собери вместе. Я приду в облаке своем. Я хочу, чтобы они увидели славу Мою. Если мы дальше будем читать эту главу. Мы увидим, что Бог дал Моисею такие правила. Он сказал, пусть народ осветится к третьему дню. И подойдет к горе Синай. Я буду на этой горе. Там была молния, гром. Для народа израильского это было очень страшно. И Бог сказал, пусть они не идут на эту гору. Чтобы они не были поражены. И Моисей пошел на эту гору. И когда народ Божий увидел, насколько это страшно. Они сказали, Моисею, Моисей. Знаешь, для нас это слишком страшно. Бог Он есть святой. Нам нужно освящаться. Давай мы больше таких экспериментов делать не будем. Моисей, давай мы говорим, что ты будешь ходить на гору Богу. Ты будешь с Богом там общаться. Ты будешь с Богом там общаться. Видим, что Моисей нас ходит на гору Господу. Там не болтает, но 10 заповедей. И Моисей был на этой горе 40 дней. И вот народ ходил вокруг этой горы. И они говорят, что Моисей не приходит. Мы не знаем, что случилось с Моисеем. И мы не знаем, что случилось с Богом Моисеем. Они обращаются к Аарону. И говорят, Аарон, сделайте нас другого Бога. Тот Бог, который вывел нас из Египта. Мы с ним не имели личных отношений. Мы его не знали. Это был Бог Моисея. Моисей встретился с Богом в пустыне. Когда он увидел тот куст, который горел и не сгорал. И у Моисея был разговор с Господом. И Моисей научился с Богом советоваться. И Бог вел Моисея. И когда Моисей вывел израильский народ. Бог хотел иметь личные отношения с израильским народом. Они сказали, мы не очень ответим. Ты ходи к Богу. А потом нам будешь говорить. И когда мы видим, что случилось этот случай. Они за несколько дней забыли Бога. Буквально несколько дней назад. Они приходили через Красную Рулю. Вода разступалась. Они видели все чудеса в Египте. Они видели, как гора тряслась. Они видели славу Божьему. Как и днем над ними была туча. Закрывало их от солнца. Это был Бог. А ночью эта самая туча. Она была огненная, которая сочетала. Они видели Бога. Но они не познали Бога. Они не стали иметь с ним личные отношения. И через несколько дней. Когда Бог общался с Алексеем. Они говорят, мы не знаем этого Бога. Мы не знаем, что с ним случилось. А Арон сделает нам другого Бога. И они сразу же отступили от Бога Израиля. И сделали себе идола. Друзья, это очень страшно. Я думаю, в этом мы можем до себя извлечь большой урок. В наших церквях есть епископа. Есть пастыря. Есть служители. Они много времени проводят на коленях. Они молятся Богу. Бог им говорит. Они получают проповедь. И мы приходим на это место. И мы зачастую слышим Слово Божье. Которое получил прав проповедник или пасты. И оно касается нашего сердца. И это хорошо. Но этого недостаточно, друзья. Слово Божье изучит, которое мы знаем с кафедры. Оно предназначено для того, чтобы нас привести ко Христу. Но каждому из нас можно тоже зайти на эту гору. И иметь встречу с Богом. И в старом завете это было невозможно. И мы видим только несколько персонажей, которые общались с Богом. Но Бог настолько возлюбил нас, друзья. И он послал своим сыном. И он сказал, что он у нас умер. И он умер. И он умер. И теперь через его кровь и жертву. И мы иметь доступ к святых святых. Если раньше во время храма Воскатуя святых полтоках ходить в первую очередь И потом передавать Слово Божию народу То, когда умер Христос Если говорить, что Санавис она разорвалась Теперь я и ты имеем душу Войти во Святое Святых Друзья, я хочу сказать, что если мы ходим в церковь И мы видим, как другие братья получают Слово Божие Мы переживаем благодать, когда они проповедуют Это очень хорошо, но этого не достаточно Иисус хочет, чтобы каждый из нас Находил время выходить во Святое Святые И получали личные откровения Находил, который мы могли бы говорить другим людям И верить на своей жизни Вы знаете, на гору ходили очень многие люди Если мы будем читать Новый Завет Мы видим, что Иисус тоже ходил на гору И я однажды делал исследование И я смотрел, когда Иисус сотворял чудеса Библии В очень многих местах мы видим, что перед тем, как он сотворил чудо Он был на горе И что вы думаете, что он там делал? Он искал там своего Отца И искал его Борю Божию Он там получал силу Когда мы читаем, что Иисус пошел по воде Он своим ученикам сказал «Садись из лодку и плывите» Христос, почему ты с нами не плывешь? А Христос, у него было что-то очень важное Ему надо было пойти на гору И когда он был на горе Он молился на коленях Он получил силу от Господа Мы видим, что он пошел по воде В другие места с Писания Мы читаем, когда пришло множество народа к Иисусу И он жалился над ними И сыну всех больных, которые там были Ночь до этого дня Он проводил на горе Когда Иисус был преображен Он ходил на гору Друзья, перед своим страданием Это для нас большой пример Друзья, я не предлагаю, чтобы мы одевали портфель Одевали специальную одежду и ходили на высокие горы Но я хочу сказать, что нам нужно искать более горж Но я хочу сказать, что нам нужно искать более горж В Мексику, Гордурас, Украину В Мексику, Гордурас, Украину В Мексику, Гордурас, Украина И многих других стран И много проповедуем И много проповедуем И разные способы употребляем Некоторые братья Они учатся на психолога Чтобы правильно понять ум человека И когда они проповедуют Они пытаются как-то нажать на душевность человека Чтобы он заплакал Некоторые братья Некоторые братья изучают науку И они как-то пытаются научно доказать людям, что Бог есть Мы знаем, что многие ученые определяют многие вещи Например, у вас здесь гора Харара еще есть Ковчег И какими-то учебными путями пытаются доказать, что Библия – это правда Разными свидетельствами Но однажды мы поехали в Африку для проповеди Евангелия И с вами поехал учитель школы И с вами поехал обыкновенный учитель Который в школе обыкновенный учитель детей И он умеет просто, людям говорит, детям говорит просто И вот когда мы были на одном собрании И там были собраны африканцы, человек 200 Они просто сидели на земле В джунглях И вот этот брат вышел на проповедь И вы знаете, он сделал очень простую вещь И он его позвал и говорит, иди сюда И потом обратился к этому африканцу Он его позвал и говорит, иди сюда Спрашиваю, как тебя зовут? Он говорит, меня зовут Каньока Я запомнил его имя, я думаю, вы догадываетесь почему И он говорит, Каньока Я хочу тебя познакомить с Олегом Олег, я хочу тебя познакомить с Каньоком Пожмите руки друг к другу Они поприветствовались, пожелали друг другу И вот этот простой учитель Обращается к этим людям, африканцам И он их спрашивает, что я сейчас сделал Они говорят, ну ты познакомил друг с другом Он говорит, правильно И дальше он задает им вопрос И спрашивает, а как вы думаете, они уже стали лучшими друзьями или нет? Братья, а как вы думаете, они успели стать лучшими друзьями? Правильно, нет И он спрашивает людей, а что надо, чтобы они стали лучшими друзьями? Они отвечали, разные вещи Им надо много времени провести вместе Кто-то говорит, Игната на рыбалку Кто-то говорит, им нужно вместе чай попить Им надо много общаться Чтобы они друг друга позже узнали И чтобы они друг другу доверяли И это строится, друзья, со временем В общении Или они рыбачат на рыбалке вместе Или, может быть, они работают вместе Строят дом вместе Или копают картошку вместе Но когда они общаются Они могут стать друзьями И вот этот добростопный пример Этот простой учитель Он говорит этим африканцам И он говорит, вы знаете, что мы делаем здесь как миссионеры? Он говорит, мы приехали сюда в Африку, чтобы познакомить вас с Иисусом Вы понимаете, у нас уже есть отношение с Иисусом Мы уже с Ним подружились Мы его полюбили Мы уже пообещали Ему свою жизнь доброй советы И мы настолько сильно его любим И он такой хороший Чтобы вы приехали еще и вас с Ним познакомить Но наше общение с Богом Вам не поможет Вам тоже надо с Ним подружиться Вам тоже надо с Ним подружиться Мы не можем за вас с Ним подружиться Если вы хотите с Иисусом быть лучше друга Вам надо считать Библию Вы будете познавать Его И когда вы будете Его познавать Вы начнете Ему доверять И вы начнете Его любить Бог говорит вам через Библию А вы говорите Богу через молитву Друзья, и я сейчас сидел со стороны Я подумал, как это правильно Это так просто И зачастую, друзья, когда мы как служащие в церкви Мы можем только людей познакомить с Богом Но каждый человек должен зайти на гору И иметь личную встречу с Иисусом Христом И иметь личное общение с Иисусом Христом Мы видим однажды апостол Павел Когда он еще был Савлом Он ишел по дороге в Дамаск И он встретился с Иисусом И Иисус к нему заговорил Он дал ему новую миссию И его жизнь изменилась Слава Господу, братья Наша задача Это тоже нам искать Божью волю Нам нужно получать откровения Чтобы мы могли вести нашу семью И чтобы нам совершать правильное служение в церкви Нам нужно ходить на гору Вы знаете, на гору ходить очень тяжело И не все могут на гору забраться Сути бывают очень физически слабые Но в новом мире точно так бывает Есть братья, которые каждую ночь ходят на гору А есть такие люди, которые слабенькие Их нужно толкать И это то, что учит нас в Библии Чтобы сильные спасили слабостью слабых Вот иногда, друзья, если мы уже сильные Нам нужно еще толкать слабых тоже на гору Вы знаете, я думаю, что вы знаете такого брата Как брат Петр Новорок У меня было такое привилегие, что он приехал в Америку Это ему было 77 лет, когда он был у меня в гостях Это уже старый прожилой человек Он уже не такой сильный, как он был в молодости Но когда мы положили его спать в соседней комнате Он у меня жил 7 дней И вот каждую ночь В 2 часа ночи Я просыпался От того, что он молился в соседней комнате И для меня это был большой пример Этот брат Который совершил много служений на земле Он столько полюбил своего Бога И уже не с привычкой ходить на гору Может быть, кажется, ты уже всю Библию знаешь И однажды Он давно приехал нам в церковь Он пришел на 1 час раньше И он попросил, чтобы все служители церкви пришли И когда все служители пришли Они начали задавать ему много вопросов Это в основном наши служители из Украины Они его очень хорошо знают Многих из них он рукополагал на служение И они начали ему задавать много вопросов Как там в Украине, как война, как... И он сказал, братья, я не пришел вам отвечать на вопросы Братья, я пришел вам что-то сказать У меня для вас есть Слово Божье И они говорят, что расскажи нам И дальше он говорил такие интересные вещи Он говорит, братья, вы знаете, мне 77 лет Я уже больше чем 40 лет, как являюсь я служителем Я уже больше чем 20 лет епископ Я очень много проповедовал Я пророчествовал Я видел видения Я возложал руки на больных и они исцелялись Я вложил руки на людей, которые хотели к вещению Духом Святой Моя Дикость Я был судим за Слово Божье Я провел три года в ссылке И он говорит, теперь мне надо умирать И он говорит, я думаю, если я так зачастую Как мне приготовиться умирать Вот я такой хороший человек Какой сильный профессиональный христианин Мне надо умирать И он говорит, вы знаете, братья, я понял Что на небо не берут пророков И даже тех, которые были засудимы за Слово Божье тоже Туда не берут дьяканов На небо не попадут руководители молодежи Вы знаете, зачастую мы, как служители Божьих Мы забываем, что мы тоже прощалые грешники Он говорит, я был служителем на земле Я много трудился Но туда я не иду как служитель Туда я иду как прощалые грешники Аминь Это глубокая мысль Братья, этот старец Он так здраво мыслит Потому что он каждую ночь будет на гору Он имеет живое отношение с Богом Он имеет живое отношение с Богом Я подумал, какой это хороший пример То, что мы несем служение на земле Это не заслужено, братья Мы нашу жизнь не заслужили только суд И смерть Братья, мы заслужили только суд Но то, что Бог нас оправдал Он омыл наши грехи Это его милость Это его благодать И то, что Бог веряет в ней, каждому из нас Что это меже служение Это не является нашей заслугой Бог доверил тебе и мне служение Это не только для того, что мы хвалились Это не для того, чтобы мы преминялись Но для того, чтобы мы в трепете и страхе Божьем Совершали его служение Не свое служение, но его служение. Не свою волю, но Божью волю. Не свою церковь послить, но Божью церковь послить. Братья, это поможет нам Господь. Искать его висок. Мы сейчас будем молиться. Братья, это слово, оно ко мне. Но я просто делюсь с ним, с вами. Кто-то сидящий на этом месте. Уже давно не ходил на гору. Дорогой брат, я хочу тебе сказать, что Иисус на этом месте. И Он готов этим обновить твои силы. Он хочет видеть тебя лицом на Иисусе. Он хочет дать тебе откровение в твои силы. И Он ждет нас на горе. И мы сейчас в этой молитве. Будем искать Его лицо. И Библия говорит, что ищущие находят, с учащим отворят, и просящим дана будет. И Бог говорит, что приходящий к Нему Он говорит, что на ранее когналитая в Арцатушкале. И с этими обетованиями мы будем молиться. Аминь.